Вы сегодня обладаете мега знаниями. Вот три-четыре-пять главных советов людям. Вот мы стоим возле этого хлопца и мы хотим пожелать им, чтобы они длиннее шли к этой ситуации. Правильно, потому что там дальше уже все. Что бы вы могли пожелать людям? Знаете, я бы сказал совет один. Человек должен на каком-то уровне здоровья принять решение, кому это здоровье нужно. Главная ответственность принять на себя. Кому это нужно? То ли это нужно доктору, к которому ты ходишь, но мягко выражаясь, у доктора свои заботы и ты у него один из пациентов, которых он обслуживает. То ли это родственникам, ну родственникам, возможно, кому-то и нужно. Если дети мало, им нужно твое здоровье, чтобы ты их мог воспитать. А вот если ты уже взрослые дети, они могут рассчитывать на твое наследство. Поэтому тут как бы свои моменты. Но, по большому счету, самый заинтересованный в здоровье сам человек. И когда он понимает, что более заинтересованных людей нет, вот тут дальше уже включается вопрос, где найти специалиста, который может помочь разобраться в том мега громадном объеме информации, который нас окружает. И каждый тянет за себя, говорит, это вылечит, а это нет, а это то, а это все, да? Да, есть разные рекомендации, есть разные мотивации. Нужно просто ну хотя бы включить здравый смысл. Когда обещают вылечить человека раз на всю оставшуюся жизнь, то я понимаю, что это... Таблетки вас вылечил. Да, то я понимаю, что это врач-реаниматолог неудачник. Да, он может назначить что-то, человек умер и все болезни отпали. Все болезни реально уже перестали его интересовать. В других случаях, конечно, тут есть период времени, в течение которого нужно выполнять правильные движения. Чтобы жить лучше и дольше, нужно знать больше информации, как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней. А именно, вам нужно знать всего три полезных совета диетолога. Первый полезный совет диетолога. Вы должны определиться, кому необходимо ваше здоровье. Если вы понимаете, что ваше здоровье необходимо лично вам, тогда для вас приобретает значение второй полезный совет диетолога. Вам нужно знать больше информации на тему о вашем здоровье и для вашего здоровья. Информация о вашем здоровье — это те болезни, которые вы когда-то перенесли. Это тот уровень здоровья, который вы сегодня имеете. Информация о вашем здоровье — это те генетические особенности, которые были переданы вам вашими родителями. И самый простой элемент этой системы — это ваш пол. Пол не меняется. Но в зависимости от пола разное значение для вас имеют телебойные рекомендации. Информация для вашего здоровья — это информация о том, как правильно дышать, как правильно пить воду, как правильно питаться, а также как правильно корректировать эти три основных компонента, без которых невозможно активное долголетие. В зависимости от вашего роста, веса, возраста, погодных, климатических, экологических условий, от вашего образа жизни, который вы хотите вести, от вашей профессии. И когда вы этот объем информации умеете, для вас приобретает значение третий полезный совет диетолога — занимайтесь самолечением! Вы не ослышались! Я — врач! И настоятельно рекомендую вам заниматься самолечением правильно! Просто когда человек находится на операционном столе под общим наркозом — на 100% лечением занимается врач-хирург. Когда человек находится в реанимации — на 100% лечением занимается врач-реагематолог, управляя обменными процессами в организме ослабленного человека. Но когда человек выходит из общего наркоза либо из реанимации — у него начинается самолечение. Врач может рекомендовать прием тех или иных препаратов, вносить коррекцию в образ жизни, в систему питания, другие давать рекомендации. Но! Исполнение этих рекомендаций зависит от человека. И реально идет самолечение под контролем врача. И чем больше врачебных рекомендаций вы будете выполнять правильно — тем эффективнее будет ваше самолечение. Если вы вернетесь к началу видео — один участник диалога красноречиво молчал. Прекрасный зубной ряд показывает, что этот человек погиб в очень молодом возрасте. То ли он занимался реально самолечением, то ли лечение не успело ему помочь. Поэтому очень важно заниматься самолечением правильно и начинать вовремя! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова